Как вы относитесь к цензуре в кино и на телевидении? Ну как можно относиться к такому кошмарному явлению, как цензура? Мы все хлебнули его, так сказать, полной мерой. Но отсутствие цензуры и отсутствие каких бы то ни было рычагов управления искусством, в общем, дало какие-то в том числе и негативные результаты, потому что мысли не новые. Многие восприняли это как вседозволенность и позволило некоторым моим коллегам, и не только кинематографистам, но и телевизионщикам, и многим людям, которые имеют отношение к средствам массовой информации, в общем, реализовать свои какие-то комплексы и какие-то сумрачные закоулки собственного сознания. То есть вы считаете, что некоторые режиссеры, они вот спекулируют как раз на сексе, на чернухе, на... Ну я не могу сказать, что они спекулируют, но дело в том, что люди ведь тщеславны. И многие люди, которым Бог не додал таланта, это свое тщеславие пытаются как бы компенсировать или добрать славу, известности за счет как раз каких-то приемов, на мой взгляд, неприемлемых. Но это такая тонкая грань, понимаете, что сам по себе секс на экране, или эротика скорее на экране, он давно утвердился и в европейском, и в американском, и в восточном кино, и в российском. Нет, это не табуированная тема. Вопрос всегда в искусстве упирается не в что, а как. И поэтому, если это сделано талантливо и художественно, то почему нет? Но если это с грязноцой, как говорил Федор Михайлович Достоевский, которого мы родовали здесь поблизости, то, конечно, в этом мало хорошего.